Сегодня заседание Стратегического совета Череповецкого государственного университета. У нас есть несколько задач. Утвердить новый состав членов совета, утвердить председателя совета, а также рассмотреть итоги работы Череповецкого государственного университета за 2022-2023 год. Проблемные зоны, естественно, и наметить пути решения для того, чтобы университет мог дальше развиваться. Мы подводим итоги по нашему региональному проекту «Учитель школы будущего», в рамках которого мы открыли педагогический колледж. Конечно, я еще раз гордостью скажу о военном учебном центре, который тоже является большим для нас инфраструктурным проектом. Мы впервые в Вологодской области. Наша задача – привлекать на территорию региона федеральные деньги. Мы активно участвуем в грантах, поэтому расскажу о наших достижениях в области искусственного интеллекта. Это, как сейчас говорят, новая ядерная бомба, искусственный интеллект. То есть это глобальная государственная задача, к которой мы включились три года назад. Каждое направление деятельности университета – три важнейших. Это образование, исследование, третья миссия – социальная. И, собственно, молодежная политика – все имеют определенные стратегические проекты, о которых я сегодня расскажу. Расскажу о больших глобальных идеях, которые мы, как сказать, задумываем. Это, конечно, кампус в Череповце студенческий. То есть наша большая идея, моя личная. Я, конечно, со всеми силами сколько могу буду ее продвигать. Это, конечно, инфраструктурные вопросы, которые нас волнуют. Новое здание нашего модельного педагогического колледжа, общежитие университета, спортивные площадки. То есть мы готовы развиваться, но для этого нам нужна помощь. Поэтому я думаю, что совет будет продуктивным.